1, 2, 3 слышно ли меня по меньшей мере от того, что я не вижу свое видео а вот сейчас по идее должно быть даже видно а, друзья некоторое время пришлось чуть-чуть повоевать с сервисом с этим но сейчас уже вроде бы есть уверенность в том, что по идее а, вот видно и слышно пишет Андрей здравствуй Андрей ну слава Богу, победил у нас как бы разум технику победил а сегодня мы с вами таки сделаем то, что мы планировали время 5 минут 9 я приветствую всех участников очень рад вашему вниманию к качеству своего мышления мы будем сегодня говорить о том как качество мышления лидера меняет формы организаций меняет направление бизнеса улучшает качество жизни собственно и сотрудников мы будем говорить о применении так называемой спиральной динамики к бизнесу мы возьмем локальную эту тему и постараемся рассмотреть как можно использовать эту одну из новейших моделей которую некоторые мои друзья называют теорией всего и не безосновательно как можно это использовать для того чтобы вы могли достигать в своей жизни большего поэтому первый вопрос у меня друзья давайте познакомимся с вами поближе пожалуйста напишите я прошу вас из какого вы города я буду видеть как вас зовут из какого вы города и знаете ли вы слышали ли вы что-нибудь о спиральной динамике и об эволюционном подходе об интегральном подходе и пока вы пишете я буду рассказывать и собирать информацию которая в чате есть меня зовут Анатолий Боляев я уже лет 10 занимаюсь скажем так возрастлением человеческих систем я пытаюсь выяснить законы и сформулировать законы по которым происходит поэтапное качественное взросление человеческих систем бизнес семьи личности государства и где-то ближе к концу 20 века целый ряд независимых ученых антропологов психологов социологов сделали на мой взгляд потрясающее открытие о том что сложность сила ценность качества человеческих систем и будем говорить о бизнесе разворачивается поступательно некими такими шагами почему это стало возможно потому что очевидно мир очень сильно сгустился я буду использовать одну из своих презентаций может быть не все слайды мы здесь озвучим но некоторые из этих слайдов довольно удачны наверняка вы заметили как все очень ускорилось даже в течение одной жизни нам стало заметно что буквально та то размеренное существование наших с вами родителей и наших дедов ни с чем не сравнится с тем что приходится переживать нам конечно же можно предположить что это что каждое поколение так утверждает однако есть некие объективные показатели которые заставляют нам говорить о том что все действительно стало очень быстрым современные технологии вспомните какие у вас были средства связи пять лет назад вспомните о пейджерах вспомните о я не знаю там у мамы и мамы до сих пор счеты стоят в шкафу какими мы сейчас пользуемся средствами связи каким мы сейчас пользуемся интеллектуальными устройствами как объединили мир эти интеллектуальные устройства сейчас происходит смешение культур смешение школ смешение самых разных форм жизни разного сорта бизнес-гуру спорят дискутируют друг с другом говоря о том что именно их тема является самой значимой самые разные школы лидерства самые разные представители духовных школ их стало действительно много и в этом неизбежном хаосе возникает очень интересная ситуация мой американский партнер выступая возвод Марк Туревский выступая на даосском экономическом форуме несколько лет назад говорил что в эпоху перемен бизнесу нужно учиться у русских мы там для них все русские вне зависимости все национальности постсоветского пространства это все русские но он имел ввиду очень значимую вещь он имел ввиду что нам к хаосу не привыкать мы все время живем в этом хаосе и вот эта старая пословица о том что русскому хорошо то немцу смерть сейчас стала настолько актуальной что за примером далеко ходить не нужно хаос что наступает везде технологии влияют буквально во всех областях я не знаю мир глобализируется объединяется и смешивается культурами как я уже говорил во всех областях во всех странах но при этом есть версия что наше с вами культурное наследие и наше с вами настоящее и недалек не столь отдаленное прошлое создают условия для того что мы у нас действительно может получиться адаптировать этот хаос под себя у нас действительно может получиться сделать больше чем делают наши американские европейские коллеги и уже есть несколько примеров и так происходит потому что хаос выносящий мозг людям привыкшим к действительной стабильности нисколько нас не удивляет мы его приветствуем мы его приглашаем мы говорим да мы всегда так жили и теперь нам еще становится еще более интересно поэтому мне хочется создать условия чтобы ваши успехи прогремели настолько чтобы я мог своему вот этому американскому партнеру представить эти ваши успехи чтобы мы могли рассказать о них людям которые не привыкли к такому хаосу и мне хочется дать вам инструмент спиральную динамику интегральный подход как мерило как ориентир внутри хаоса как инструмент который позволит вам как это как рыба в воде находиться в тех условиях которых вы сейчас себе обнаружили поэтому мы будем говорить об эволюции об эволюционном мышлении мы будем говорить о том что ваше мышление я знаете как бы находясь внутри не всегда это замечаешь но я создам условия для того чтобы у вас возникло несколько фильтров внимания в которых вам было бы заметно ваша собственная эволюция почему все эти замечательные ученые смогли сделать вот это открытие о поступательном развертывании сложности и красоты человеческих систем потому что мир начал ускоряться и те этапы на которые раньше требовалось я не знаю там несколько поколений сейчас стали происходить в течение одного поколения и обладая эволюционным мышлением вы сможете увидеть как меняетесь вы как меняются ваши клиенты как меняется рынок как меняется среда в которой существует рынок наше государство и мир в целом вы увидите как растворяются границы между вашей компанией и другой потому что сотрудники могут начать взаимопроникать и делать что-то для тех для других это отдельная тема поговорим как размываются границы государства как размываются вообще какие бы то ни было границы создающие условия для того чтобы у вас было как никогда много сотрудников талантливых направлений деятельности талантливых чтобы у вас были ваши продукты ваши товары находили для себя дорогу к покупателю более точечно потому что мы будем много говорить о ценностях мы будем много говорить о том чтобы вы могли формулировать ценности ваших товаров и услуг исключительно резонирующим образом с ценностями ваших покупателей с ценностями вашей целевой аудитории одна из женщин тоже бизнесмен которая проходила мою образовательную программу сказала замечательную фразу она говорит раньше я была похожа словно бы на это другое было а вот я какой отзыв хотел сказать она говорит я словно бы получила лекарство от слепоты о наличии которой не предполагала я словно бы теперь могу видеть гораздо больше я могу смотреть в те стороны которые я раньше просто не знала об их существовании я мои целевые моя целевая аудитория расширилась потому что те люди которых я раньше не считал своей целевой аудитории я теперь знаю как к ним подойти у меня есть к ним особый подход я могу сформулировать для них ценности того что я делаю и я привожу все усилия для того чтобы создать условия к этому посмотрю на ваши комментарии значит знаю спиральный динамик интегральный подход пишет Виктор из Санкт-Петербурга использую своих исследованиях в работе психотерапевтической вы знаете спасибо я хотел сказать о том что в ряде случаев действительно и спиральная динамика и интегральный подход они изначально описывают некую стадию развертывания человечности то есть это психологический язык книга по спиральной динамике если вы ее читали если вам удалось ее дочитать я всегда всем советую всем кто спрашивает меня с чего начать изучение спиральной динамики всем советую друзья если вы начнете с книги пожалуйста начните читать с третьего раздела книга невероятно зубодробительно интеллектуально сложна третий раздел содержит в себе некую мякотку некую самую сутевую основу этой темы поэтому я всегда видел своей задачей личной своей задачей а я без ложной скромности достаточно давно я 10 лет назад с этой темой познакомился и 5 лет активно занимаюсь популяризацией и внедрением этого вопроса я своей задачей вижу адаптацию этого безусловно интеллектуального знания этого безусловного безусловно психологичного знания к запросам людей имеющих свои конкретные задачи кстати о задачах чтобы наше общение с вами было предметным я прошу вас сосредоточиться и ответить на вопрос какие именно ваши задачи вы видите для себя сейчас главными то есть может быть одну из этих задач вы захотите сформулировать и написать в чате в вашем бизнесе что для вас важно сейчас масштабирование увеличение качества продукции увеличение продаж допустим в горизонтальном смысле не вертикальном масштабировании в горизонтальном смысле или скажем обучение сотрудников я не знаю обретение личного взгляда напишите пожалуйста что для вас важно в контексте бизнеса чтобы я мог возможно адаптировать свои слова к вашим непосредственным задачам так из Галины Санкт-Петербурга читала книгу очень много людей из Санкт-Петербурга подробно не знает Маргарита Ершова знаю из Перми знаю модель применяя в работе прекрасно значит замечательно Киев Кирилл приветствую знаю мы знакомы Кирилл буду очень рад твоему отзыву в чате о нашей с тобой работе это была песня так еще что у нас тут есть слышал немного ок и мы ждем еще комментариев мы ждем еще с вами описаний тех задач которые у вас есть и пока вы пишете я постараюсь развернуть для вас следующие какие-то выгоды от того что спиральная динамика приходит в вашу жизнь опять же это не совсем мои слова это реальный отзыв реального человека мужчина сказал я теперь перестал понимать вот именно так вот мне понравилось как он прозвучал эти его отзыв я перестал понимать о чем я спорил с людьми раньше вы можете представить себе результат вот этой вот скажем применительно к вашему бизнесу вашим задачам результат вот такой такого эффекта если вам буквально ни о чем и не за чем проявлять негативные эмоции по отношению к людям и может быть те ваши сотрудники которые в теме того что у разных людей разные ценности и каждый из них находится на своих уроках получает нечто очень важное для себя действует ровно так как должен действовать и не нужно тащить его в свой мир не нужно объяснять ему как правильно жить или как правильно работать а можно посмотреть на его способ работы и увидеть как именно это можно применить приложить в ваших бизнес процессах представьте себе на мой взгляд это очень ценно вы начинаете смотреть на человека не как на скажем такой плохой образчик себя самого что если бы я так вот себя вел чтобы если бы я поступал вот таким образом мне было бы обидно на себя я бы ругал себя и вы ругаете иногда других людей кричите на них потому что вам кажется что вы бы никогда так не поступили конечно потому что вы это не они вы буквально у вас есть что-то свое и видеть ценность другого человека распознать в каждом из своих сотрудников возможность не не способ принесения вреда не способ я не знаю там как-то торможения процесса а возможность найти найти в каждом из этих людей способ шанс развернуться как-то по-особенному качественно и красиво это создает условия для бесконфликтной коммуникации и это дофига ценно друзья это это очень значимо потому что у вас найдется ключик к тому чтобы ваша система которую вы создаете работали буквально как часы это тема это большая тема следующее что можно сказать да про хаос мы довольно много говорили но вот мне очень нравится вот этот слайд вот такая вот классическая иерархическая организационная структура которая любит у нас висеть в HR службах кто там кому подчиняется и которая нифига не соблюдается иногда довольно часто и это тоже достаточно значимая тема иногда знаете иногда стоит разрушить организационную структуру когда она начинает сдерживать вас а иногда стоит ее как это сказать актуализировать создать ее по-настоящему потому что когда финансовый директор она же жена собственника прибегает к рядовому сотруднику IT службы и требует быстро поменять что-то в программе а у него есть утвержденный план работы худшее что может произойти если он возьмет под козырек и сделает то что она просила потому что это и будет вот этот бардак неуправляемый хаос а лучшее что он может сделать он может сослаться на работающую орг структуру и попросить ее написать докладную записку на имя его непосредственного руководителя потому что именно он может решать вопрос о том отложить ему то что он прямо сейчас делает или нет работающая орг структура это святое благо но вот этот слайд он о том что никакие наши жесткие структуры которые мы накладываем не смогут справиться с неким естественным хаосом который присутствует под эти стрелочки расписаны кто с кем просить и спит кто знает о чьей коррупции кто кого ненавидит кто вместе водит детей в школу кто с кем играет в гольф кто кому продает наркотики кто кого боится кто в кого влюблен и так далее и это настоящая орг структура и мы с вами действительно много говорили и вот эта настоящая орг структура она основана на человеческих ценностях и в любой человеческой системе действительно можно создать жесткую орг структуру и в любой человеческой системе естественным образом возникает живая скажем так, структура, которая, зная о законах которой, вы можете создать действительно живую систему. Понимаете? То есть не искусственный паровоз, можно что-то смазанный, но который фигачит только по рельсам, а живую, буквально с крыльями, такую как бы крылья, то есть такое, как в английском языке, такое существо, живое существо, которое может взмахнуть левым и правым крылом и улететь туда, куда паровоз никогда не доедет. И возможность строить живые системы, строить так называемый натуральный дизайн. Домбек, когда приезжал, очень много говорил об этом, о натуральном дизайне человеческих систем, о том, чтобы создавать естественные условия для их роста и развития. Это ценная тема. Что у нас там дальше? А про лекарства от слепоты я говорил, это совершенно шикарная, замечательная тема. То есть знаете, о чем лекарства от слепоты? То есть я смелюсь утверждать, что прямо сейчас существуют в вашем бизнесе очень значимые причины следственной связи, о существовании которых вы не подозреваете. А эти причины следственной связи работают. Они очень глубокие, они очень человечные, они достаточно искренние и естественные. И иногда мы их не замечаем именно потому, что они настолько просты, что кажется, что может быть не стоит их учитывать. Но я говорю, например, о элементах корпоративной культуры, об элементах традиции и самых разных других аспектов. И спиральная динамика – это лучший способ создать условия, при которых вы начинаете более активно вращать своей головой. Я люблю приводить эту метафору, что когда человек приходит на консультацию, когда люди записываются на индивидуальный разговор, мы с ними общаемся, знаете, иногда мне кажется, что я буквально вижу, что вместе с проблемой, которую они приносят, такой отвратительной, такой вот эта куча такая какая-то страшная, такая непонятная для них самих, они где-то вот тут рядом приносят сиятельное решение. И у них просто не поворачивается голова, чтобы связать вот эти две вещи. И моя задача состоит не в том, чтобы сообщить им вот это сиятельное решение. Она состоит в том, чтобы сделать некий массаж, или, скажем, научить человека смотреть разным точкам зрения. Спиральная динамика, она в стадиях развертого несложных человеческих систем. Их сейчас активно насчитывается восемь, говорят о девятой. И это, знаете, это восемь способов, или даже девять, посмотреть на вашу задачу так, как на нее, возможно, вы не смотрели ни разу. И это создает условия для этих решений. И самое ценное здесь, что это не я вам скажу, как вам решать вашу бизнес-задачу, может быть, я что-то вам действительно прямо посоветую. Но я буду стремиться создать условия, чтобы вы сами это поняли. Я буду стремиться, если что-то вам и продать такое ценное, важное и полезное, продать вам не рыбу, но удочки, да, вот их какой-то метафори. Поэтому лекарство от слепоты, о которой я прямо сейчас не знаю, это хорошая метафора спиральной динамики. Ваша задача. У меня веб-студии хотелось бы узнать какие-то новые интересные инструменты для продвижения сайта, включая спиральной динамики. Пишет Маргарита. Связь со своей целевой аудиторией, пишет Светлана. Отлично. Задача – сильную команду вырасти и стратегию развития компании. Прекрасно, стратегия развития. Отличная тема. Моя задача – создать менее конфликтную ситуацию в коллективе. Я руководитель отдела продаж. Отличная тема. И знаете, если бы я не знал интегрального подхода, если бы я не знал, какой эффект реализует спиральная динамика, я бы в каком-то смысле захотел бы развести руками и сказать, что я не знаю, как работает веб-студия, что я не знаю, какого сорта ваши клиенты и что вы им продаете. Я не знаю, что вам посоветовать буквально. Но удивительным образом, мой личный опыт развертывания эволюционных моделей говорит мне о том, что у меня есть некий замечательный инструмент, как если бы бубен, как если бы я был шаман. И моя задача – качественно бить в этот бубен. Моя задача – качественно рассказывать вам о спиральной динамике, заставляя вас смотреть на свои задачи под разными углами, чтобы вы сами смогли ответить на этот вопрос. И вам захочется поблагодарить меня. Вы скажете, Анатолий, как вы замечательно мне что-то посоветовали. Я говорю, да, а что я вам посоветовал? Вы скажете, ну как же, вот веб-дизайне, в студии, нужно же вот так и вот так вот делать. Я говорю, неужели прямо я вам это сказал? А вы скажете, ну, вроде бы нет. Но как же это произошло? А происходит это буквально именно следующим образом. Вы являетесь, каждый из вас, буквально и недвусмысленно. Вы являетесь олицетворенной эволюцией. В ваших жизнях вы проходили в замечательном фрактальном подобии те же самые стадии, которые проходила культура человеческая все эти десятки тысяч лет. Ваш бизнес в таком же фрактальном подобии является копией, зеркалом, вашим зеркалом. Ваш бизнес таков, какие вы сами. И если вы хотите наладить что-то в бизнесе, вы можете начать с себя. И налаживая свой бизнес, на самом деле, вы в какой-то достаточно серьезной степени занимаетесь самосовершенствованием. Вы через других людей, через те процессы, через те сложные задачи, которые с вами происходят, вы узнаете что-то о себе самом. И усложняясь, ваш бизнес делает вас более сложным, более красивым, более сильным, сильной, более уверенным или уверенной. Я очень обожаю этому способствовать и буду рад поспособствовать вашим успехам. Так. Next. Системный взгляд на подводное течение. То есть это о том, что, друзья, об этом тоже мы говорили, что есть некие подводные течения, не всегда опасные, кстати. Просто как бы принято пугать бизнесменов для того, чтобы они быстрее покупали наши товары и услуги у всех этих консультантов. Но поймите меня правильно. То есть есть возможность, чтобы вы могли почувствовать, как люди внутри ваших культур, внутри систем, которые вы создаете, что, ну скажем, нет ни одного человека на свете, который бы хотел, чтобы травка не росла, и птички не пели. Так или иначе, все действия, все поступки, все, что люди делают, продиктованы неким значимым и очень-очень позитивным намерением. Создать условия для того, чтобы эти позитивные намерения были направлены не вовне вашей компании, а еще и внутрь, чтобы там каждый человек находил некое поле, пространство для призвания, для своего, это та задача, которую мы сможем начать реализовывать. И подводные течения как бы могут быть... Вот смотрите, вот для человека, который попал к акуле, да, это может быть не самое позитивное развитие событий, но для акулы развитие событий очень-очень позитивное. Она долгое время будет сытой довольны. То есть подводные течения бывают разные направленности, с разных углов, если на нее посмотреть. Да. Ну об этом тоже, собственно говоря, я уже сказал. Знаете, вот тут... Я вчера... Нет, подождите, сегодня. Я сегодня в 5 утра сошел с поезда Москва-Нижний Новгород. И в Москве я 3 дня участвовал в конференции, и я не мог себе даже полгода назад предположить, что моя нога там будет хотя бы когда-то. Есть такой персонаж Андрей Парабеллум, который в России развернул такое явление, назвал его инфобизнес. Я там не знаю, он его назвал, не он его назвал. И я не скрою, так сказать, у меня отношение к инфобизнесменам было довольно странное. Я просто видел, что люди довольно часто профанируют как бы свою экспертность. И это не радовало меня. И я думал, что вот именно злой гений этого Парабеллума создал все эти условия. Но мы познакомились с Андреем на тренинге Вадима Демчук. Про Вадима Демчук вообще отдельная песня. У нас с ним будут несколько совместных проектов, и это вообще отдельный разговор. И, вы знаете, Андрей оказался достаточно глубоким, умным человеком, который совершенно не соответствует той маске, которую он разворачивает. Я не буду долго вдаваться в эту тему. Я был на этой инфоконференции, я выступал там с темой спиральной динамики. Сегодня весь день отвечал на письма людей, которые как бы мне по моим координатам предложения о сотрудничестве. Вы знаете, Андрей действительно создал условия для того, чтобы люди могли разворачивать свои способности. И если эти способности настоящие, если ты хочешь профанировать, ну да, то есть это ты все равно как бы останешься посмешищем. Но если твои способности настоящие, Андрей дает очень реальный, живый инструмент, помогающий людям монетизировать свое призвание. И, боже, это прекрасно. То есть, когда люди делают то, что им по кайфу делать, им за это еще деньги платят, это восхитительно. Я думаю, что мне хочется сделать так, чтобы каждый из вас, возможно, именно этим в жизни и занимался. Так вот, Андрей, когда говорил о том, как в нем развернулся спиральная динамика, а мы вот на тренинге Вадиму как раз и как факультатив была моя вечерняя лекция на эту тему, он сказал, что я, говорит, теперь понимаю, почему какие-то мои проекты, над которыми я бился лбом, на которые приложил огромное количество усилий, не выстрелили вообще. И теперь, говорит, я понимаю, почему другие мои проекты, о которых я вот так только пальцем чуть двинул, там несколько слов сказал, и они взлетели. И я даже не имею и малейшего понятия, о чем он говорит. Но я понимаю, потому что именно спиральная динамика позволяет создать условия для того, чтобы вы действительно это поняли. О глубинных причинах и средствах. И отзыв Андрея, как бы, по-моему, где-то у нас был, там, мы, наверное, кстати, его на сайте публиковали. Спиральная динамика позволяет вам планировать условия хаоса. Об этом тоже мы коснулись, но хочется сказать подробнее. То есть планировать сейчас вообще практически такое без, ну, как это, занятие неблагодарное категорически. Потому что как можно вообще планировать, если через несколько лет буквально на наших глазах блокчейн может разрушить финансовые институты, которые сложились за сотни лет, банки, да, и как это все будет трансформировать, как это все будет бултыхаться, какие мутации этот эволюционный процесс вызовет, совершенно непонятно. Но спиральная динамика, она не о внешнем, она о внутреннем. И вы знаете, как бы, опять же, они друг друга взаимоопределяют, и там еще наверняка тоже будет слайд, и мне придется сказать, что мы об этом поговорили. Но есть тема, связанная с так называемыми организациями будущего, бирюзовыми организациями, Фредерик Лалу «Открывая организации будущего». Напишите, пожалуйста, вот несколько плюсиков в чат, если вы читали эту книгу, если вы с ней знакомы. То есть, Фредерик Лалу «Открывая организации будущего». Если вы хотя бы слышали об этой книге, такую вот серию плюсиков в чат напишите, вот я покажу сейчас какую. Вот такую, вот такую серию. А если нет, запишите, пожалуйста Потому что вы еще не раз и не два услышите об этой книге И вы обязательно будете, по сути, вынуждены ее прочесть Потому что ее появление было предсказано, по сути, спиральной динамикой Не ее появление этой книги, а появление тех явлений, которые эта книга описывает О смене парадигмы организации Наш курс не будет инструкции на то, чтобы выстроить бирюзовую организацию Мы поговорим об этом довольно подробно Мы создадим условия для того, чтобы это могло возникнуть Мы на зеленой струне, на желтой, на бирюзовой, наверное, в основном будем об этом довольно много общаться Но почему вот это многогранное планирование, долгосрочное планирование возможно? Потому что против эволюции не попрешь Потому что буквально все технические множества, которые сейчас разворачиваются Они являются катализатором некой внутренней эволюции Там могут быть не самые позитивные процессы закатализированы Но при этом можно говорить с уверенностью Что следующий этап не наступит, пока не будут пройдены предыдущие И это, кстати, одна из препятствий для создания организаций, вот этих живых организаций в России Потому что людей, способных действовать вот в этой парадигме В условиях доверия, в условиях ответственности В условиях тотальной взрослости, в условиях призвания Не так уж много, с одной стороны А с другой стороны, люди, которым вдруг досталось Которые вдруг могут проявлять ответственность Которые вдруг нашли свое призвание внутри ваших коммерческих организаций Вау! Они вынесут ваш бизнес, ваши проекты на своих плечах Они не будут считать это вашим бизнесом Они будут считать это своим И они будут работать в радость Это и будет то, что называется управление по ценностям Как распознать ценности ваших людей И создать условия, чтобы правильный человек на правильном месте решал правильные задачи Вот об этом спиральная динамика и об этом планирование будем говорить Опять же, иногда говорят Тоже вот один из отзывов на курсе Сказала женщина Говорит, я раньше была похожа на такую одну натянутую струну И на мне мир играл как хотел А сейчас я похожа на такую арфу И у меня есть много самых разных струн И я с миром могу играть любую мелодию Я даже рамштайн могу сбаться Но раньше на мне как будто была одна струна всех остальных Я просто не умел, я не видел Они там были, но я не умел на них играть Спиральная динамика создает условия, чтобы ваше лидерство То есть ваша возможность чувствовать людей И вести их за собой, и создавать для них ориентиры впереди Создавать для них баллы и паруса на горизонте Новые горизонты вообще Это ваша способность быть лидером станет многогранной Потому что вы увидите, что ваш способ быть лидером Это лишь один из многих И у нас будут задания на курсе Как быть многогранным лидером То есть как можно по-другому общаться с людьми совсем И не факт, что вы будете, не знаю, там сознательно выбирать потом Вот у меня есть там 8 способов лидерства И сегодня я буду четвертый А завтра я буду шестой И так далее Это встроится в вашу бессознательную стратегию И вы сможете играть, вы сможете плавать Вы знаете, спиральная динамика это об уровнях Вы может быть слышали уже несколько раз Я произносил это слово струны Я с определенного момента перестал вообще говорить о стадиях и об уровнях Я стал говорить о струнах как о музыке То есть я стал говорить о спиральной динамике И о системе ценности человека как о музыке Потому что вы не похожи на лестницу Вы не похожи на ступеньки И меня задрали, простите Вопросами, на каком уровне Путин На каком уровне Христос На каком уровне вы Или еще кто-то из известных персонажей И хочется сказать на всех И может быть где-то как-то этот человек играет Рамштайн А в других условиях он играет Вивальди Как тот же Андрей Парабеллон Та маска, к которой мы знакомы Она могла выглядеть там как красно-оранжевая А при личной встрече он развернулся мне совсем по-другому Это чувствующий, взрослый, ранимый человек с роскошью уязвимости И это совершенно потрясающий тем И вот та инфоконференция, которая прошла И неизбежно шлейф смысловой остался после нее Который я буду говорить Она была совершенно другой Люди говорили Вау, в прошлом году были деньги-деньги-деньги-деньги-деньги-деньги-деньги Она приложила прямое влияние и приложит прямое влияние и к вашей эволюции Это радость моя Это то, чем я люблю заниматься Сегментация клиентов и продуктов Отдельная совершенно замечательная тема По каждой стадии будет задание на эту тему Мы будем формулировать свойства товаров и услуг Для разных целевых аудиторий Но не в классическом смысле То есть, не знаю, женщина 30 лет Не замужем С филологическим образованием Нет, мы не будем делать такого рода продажи Для такого рода целевых аудиторий Мы будем говорить о том Что является ценным для этой аудитории Потому что, знаете, может быть я грубо сейчас скажу Но ваши товары и услуги То есть то, что вы продаете Ну буквально Вот если вы продаете шариковые ручки Шариковая ручка сама по себе вообще не нужна Она не нужна Она бессмысленна сама по себе Она нужна для того Чтобы я мог сделать что-то важное и ценное для меня Поэтому все товары, все услуги Являются средствами Вот это вот, наверное, я уже как бы секреты выдаю Как бы своих этих всех Моих вещей, тем, которыми мы будем заниматься Все ваши товары, все ваши услуги Это средства Это не цели Целями являются ценности людей Они приходят в ваши магазины Они приходят к вам, чтобы заказать сайт Чтобы сделать еще что-то Им не нужен этот сайт сам по себе Им нужно реализовать что-то важное для себя И если вы будете Если вы сместите Прицел И вашу заботу С того, чтобы Описывать Гениальные свойства ваших товаров и услуг Это тоже можно и нужно делать Но Если вы сместите этот фильтр внимания На Внутренние потребности людей С которыми они сюда пришли И ради которых им это все нужно Вау Эти люди приведут к вам всех своих знакомых Они будут невероятно лояльны к тому, что вы делаете Потому что вы сыграете на струнах их души И мы будем проводить с вами сегментацию клиентов и продуктов Именно исходя из вот этого основополагающего смысла И в определенном смысле Смысл, смысл, ну ладно Мы много будем говорить о смыслах Кстати Люди, которые приходят на индивидуальную консультацию Довольно часто это обеспеченные люди Для которых жизнь стала терять краски Я перестал понимать Зачем Я делаю то, что я делаю Я заработал У меня есть отлаженные бизнес-процессы Но меня почему-то перестало это радовать Да, какие-то большие деньги радуют Да, покупки радуют И Я как-то, как будто во мне открылось еще какое-то место Которое я не могу наполнить И люди приходят за смыслами Именно поэтому я часто это слово произношу Их есть у меня Смыслов новых для вас Более того, еще раз говорю Я не буду говорить вам Вот правильный смысл Вот хороший смысл Это хороший смысл Я создам условия, чтобы вы сами это поняли И это и есть самое ценное Что вообще в принципе может быть Это то, что вы нашли резонанс с собственными ценностями Это супер И Если вы резонируете с ценностями клиента Клиенты покупают у вас довольно много И покупка является даже не самоцелью А естественным процессом Следствием Дайте две, что называют Это следствие того, что вы нашли дорогу Почувствовать и развернуть то Что по-настоящему для этих людей важно И в определенном смысле Наша с вами работа И наш марафон Вот эволюционное мышление в бизнесе И наша И спиральная динамика И то, чем мы с вами будем заниматься Без ложной скромности Является самым важным Семинаром Может оказаться Что это самый важный семинар в вашей жизни Почему? Потому что мы будем говорить о самом важном Мы будем говорить о том Что является самым важным для вас Что является самым важным для ваших клиентов И что может быть важнее того Чтобы знать Что является самым важным Потому что, еще раз говорю Ваши товары Ваши услуги Могут быть лишь аккомпанементом Могут быть аплодисментами чему-то очень значимому, ради чего пришли люди к вам, в ваш офис, в ваш магазин, куда бы то ни было еще. И мы будем сегментировать их и по-разному совершенно описывать свойства товаров и услуг. А вот это вот, кстати, к вопросу о исключительно новых смыслах, которые может принести с собой изучение личной эволюции, изучение спиральной динамики, как вашей дороги, в которой вы повторяете историю человечества. И это не пустые слова, вы сами сможете в этом убедиться. Вы в своем личном развитии повторили очень значимые вехи истории человечества. И вы не просто имя и фамилия. И я не просто Анатолий Боляев. Вы являетесь неким передним краем человеческой культуры. И вы знаете, я вот сейчас произношу эти слова, и я понимаю, что если бы я не знал всего того, что я знаю, я, может быть, не смог бы как бы такую вот эту глубину почувствовать этих слов. А когда вы со всей очевидностью понимаете, что от ваших действий, от ваших слов, от ваших поступков, от ваших решений, буквальным образом зависит, был ли смысл Александру Македонскому идти в поход, был ли смысл Джортана Бруна идти на костер, был ли смысл Пушкину считать стихи, и даже был ли смысл кистеперой рыбе выползать на поверхность. И от ваших буквально мыслей, действий, шагов зависит. Ради чего все это было? Это наполняет вас такой энергией, потому что в вашей жизни, в ваши поступки, и это становится очень исторично, это становится очень перспективно. из прошлого настоящее, через настоящее в будущее, как словно вы проходит некая нить, на которую все ваши поступки в жизни нанизаны. И вы будете обладать неким предсказанием, предвидением, чтобы увидеть, что там будет дальше. Потому что есть уже в человечестве люди, которые, скажем, мыслят качественнее, видят дальше, чувствуют глубже, действуют более ответственно, мыслят сложнее. И это люди, которые тащат за собой человечество, и вы можете стать одним из них. Как бы высокопарно ни звучало то, что я сейчас говорю, это станет непосредственным прямым опытом. Не знаю, как еще донести. Для того, чтобы это почувствовать, нужно просто быть вместе с нами. То есть нужно прожить эту личную, перепрожить свою личную историю. А в управлении по ценностям мы говорили. То есть это возможность реализовать непосредственное счастье для людей, которые с вами работают. И это тоже такая, как бы, казалось бы, утопическая тема. Но вы знаете, опять же, наверное, счастье – это несуществительное, это глагол. То, что людям будут там восторженно прыгать и улыбаться, там работая вместе с вами, может быть, нет. Потому что взрослое счастье – оно трудное счастье. То есть это возможность принимать ответственные, непопулярные решения. Не всегда, может быть, всему выгодное. Но при этом ваши люди смогут быть счастливее, потому что вы сможете создать условия для их большей ответственности, для их большей взрослости. Но мы об этом достаточно подробно говорили раньше. Да, о предсказательной силе мы тоже с вами общались, про Вангу. Я только не говорил, а так-то вообще. И вот это Герман Греф советует, кстати, книгу Фредерика Лалу. А книга Фредерика Лалу советует спиральную динамику, а спиральная динамика советует Анатолия Баляева. Так вот уж замечательно все срослось. Но пять лет я для этого трудился, чтобы это все срослось, даже больше. Клэр Грейвс говорил, только изменения реальны, постоянства иллюзорны. А Герман Греф, по всей видимости, прочитав книги, тоже и вкусив эволюционного мышления, стал говорить, что то, что мы сейчас называем кризисом экономическим, политическим и так далее, это не кризис, он говорит. Это новая реальность. Это действительно некая новая реальность, в которой больше не будет постоянства. И для кого-то из вас это плохая новость. Потому что так хочется позебать, прозябать на лаврах. То есть хочется заработать и уже там жить 20 лет, делая что-то такое неказистое. Или наоборот, как-то стуча в барабаны и заливая заворотник. Нет, этого не будет больше никогда. Потому что в мире так все вот как-то развернулось. Вадим Зимчок об этом шикарно говорит. Он говорит, матрица взорвана. У меня для вас есть замечательная новость. Матрица взорвана. Это метафора, да? Но это метафора о том, что мы с вами и должны научиться находить радость, счастье, находить драйв, находить потоковые состояния в изменениях. И это о том, о чем спиральная динамика и эволюционное мышление. Буквально. В буквальном смысле. Мы с вами будем выворачивать мир наизнанку. И непонятно, по небу идет этот человек или по земле. В ряде случаев, особенно на желтом и на бирюзовом, люди говорят, знаете, я... Такое ощущение, как будто бочва из-под ног вся ушла. И я словно бы падаю, но я уже как-то Алиса, которая упала в эту кроличью нору, я падаю слишком долго. И почему-то я могу менять направление этого своего падения, и я уже понимаю, что я не падаю, и я лечу. И я лечу очень быстро. И лечу я именно потому, что у меня больше нет почвы под ногами. Что я больше не опираюсь ни на что твердое, ни на что стабильное. Что я попрощался с возможностью, как бы, остаток жизни где-то там заливать заворотник, так сказать, и заниматься ерундой. Потому что это новый драйв для меня. И это возможность почувствовать совершенно новую жизнь, новое счастье свое, нового себя почувствовать. Сначала потерять, а потом обрести. Это классная тема. А вот, да здравствует Россия, с нами Греф. Я его поминал уже много раз. Это такая вот шутка такая ко мне пришла когда-то. Копный менеджмент, это замечательная метафора одного моего друга, с которым мы тоже давно знакомы. Это то, что, возможно, мешает сейчас в России разворачиваться эволюцией. Но, в определенном смысле, как раз то обстоятельство, что мир спустился до размеров одной комнаты, что сейчас здесь с нами вместе пропадает звук. А что мне для этого сделать, чтобы звук... У меня все вроде бы в порядке. Сейчас нормально со звуком? Вы меня сейчас слышите, друзья? Я просто... Сейчас есть, да? Жаль, что я не заметил раньше это самое ваше сообщение. Потому что, возможно, что-то важное я упустил. Так вот, окопный менеджмент нам больше не помеха. И тоже у нас достаточно немного осталось времени. Я не смогу объяснить вам это. Я думаю, не сидит ли мой сынище в какой-нибудь тяжеловесной игрище? Но мы уже не сможем это, я думаю, исправить. А сейчас... Но если это только началось, что... Не знаю, я-то не знаю, с чем это связано, друзья. Интернет у меня на всю катушку. Друзья, оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале, как сейчас у нас качество связи. Потому что хочется как бы сделать некий финальный месседж, да, и пригласить вас эволюционировать. Как сейчас? По пятерочке. Очень хорошо. Тогда, друзья, имею честь попросить Андрея, организатора нашей с вами встречи, дать координаты, куда и как и что нужно сделать, для того, чтобы вы смогли записаться на наш марафон. То есть раз в неделю девять встреч с заданиями, с домашними заданиями, с общением внутри закрытой группы, с возможностью переоценить, перепрожить свой бизнес, перепрожить свои жизни. Мы с вами девять недель будем вместе, и цена какая-то совершенно смешная. У Андрея можно выяснить, сколько это стоит. Организаторскими вопросами он занимался. То есть за то, чтобы вы смогли обрести взгляд, который позволит вам летать по кротовый нарез с огромной скоростью, и выбьет вашу почву из-под ног аж девять раз, и создаст условия для того, чтобы вы могли уже наконец обрести некую свободу, потрясающую свободу мышления, это то, что мы предлагаем. Я пока не вижу сообщения о стоимости, но, насколько я помню, речь шла о том, что одна встреча стоит всего полторы тысячи рублей. И я предлагаю вам заплатить эти полторы тысячи вот сейчас. И я думаю, что Андрей предложит сейчас вам способы, как это сделать, для того, чтобы попасть на первую встречу, и точно совершенно составить для себя представление и понимание того, как и что вы будете получать в больших количествах. Да, то есть это полторы тысячи рублей неделя всего, и мы будем говорить о девяти неделях. И чем дальше, тем интереснее. Потому что мы начнем с самых-самых простых вещей. Мы начнем с простых вещей, которые, тем не менее, составят для вас открытие, эти простые вещи. И каждая наша встреча, каждый наш новый разговор будет задевать струны ваших клиентов, ваши собственные, которые, может быть, вы еще не до конца даже осознали в себе, но которые мощные, которые очень тонко звучат, которые могут обладать невероятными способностями и решают достаточно быстро те задачи, которые, так сказать, иногда кажутся совершенно нерешаемыми в предыдущем стадии, в предыдущем струне. Да, то есть речь идет о участии в нашей группе, это полторы тысячи рублей за неделю. Вот туда можно писать, вот тут есть почта и телефон, Андрей дает, чтобы это все дело развернуть, реализовать. У нас, наверное, есть еще несколько минут на вопросы. Ну, я как-то доволен нашей сегодняшней встречей, несмотря на то, что получилось тут как-то, что такое со связью. Буду рад ответить на ваши вопросы и приглашаю вас уделить таки качественное внимание тому, как вы мыслите, тому, как вы взрослели, увидеть следующие этапы взросления себя и вашего бизнеса через взросление себя. Потому что все это, все связано. Все связано, это название моей сказки. Это то, что, как бы, это, кстати, один из вариантов коммерческих предложений, которые я вам сделаю, то есть мой проект. Но все связано, это сказка, это мой подарок. Если хотите узнать, кто я и что для меня важно, заглянуть в мои ценности. В этой сказке я раздет. Я весь такой, какой я есть полностью. Если вы хотите найти, почувствовать и понять что-то особенное, найдите в сети эту сказку balaev.ru slash сказka или просто напишите, все связано, Баляев, в гугле и вас довольно быстро вынесет на эту историю. Это мой вам подарок. Начинаем все, у нас будет все 24 октября, следующий понедельник. Значит, то есть мы будем по понедельникам встречаться. Мы предложим тем участникам, которые согласятся, примут участие, которые сейчас уже, наверное, мне хочется думать, что они торопятся заплатить эти там полторы тысячи. Или стоимость абонемента, кстати, в Андрею можно написать, сколько стоит абонемент на все встречи. Именно эта тема, да, мы сможем приспособиться к тем, кто будет проходить действительно обучение, мы можем создать условия, чтобы нам всем было комфортно. То есть у меня есть расписание, которое я не могу нарушать, то есть я предложу некие варианты и мы выберем все вместе. То есть я уверен, что мы, опять же, у всего этого будет видео, у всего этого будет, у вас останутся рабочие тетради на руках, которые вы будете использовать. Это, я приглашаю вас к такому качественному процессу пересоздания ценностей ваших товаров и услуг, пересоздания ценностей вашего бизнеса. Да, обучение проходит в закрытой группе ВКонтакте. Так, у нас есть еще вопросы? Так, друзья, если нет вопросов, кстати, тогда, если, кстати, если нет вопросов, тогда у меня есть еще одно такое вам, еще один подарок. У нас конференция стартовала большая в конце октября, начале ноября, и сегодня моя команда закончила верстать страницу конференции. Вы можете посмотреть, какие темы мы будем обсуждать. И пока эта конференция идет, мы с вами будем заниматься, то есть вы получите существенно больше, чем участники этой конференции. Да, и мы, наверное, движемся к тому, что... Сейчас я ссылку найду на конференцию саму по себе. Вот она. Великая Октябрьская эволюция. Ой, не то. Можно зарегистрироваться у нас в конференции. Итак, всем спасибо. Вопросов больше нет. Это значит, наверное, что я очень хорошо все объяснил, чем мы будем с вами заниматься, что мы будем делать. Будет, может быть, не всегда просто, потому что это такое, как бы достаточно адекватной сложности инструмент для современной адекватной непростой ситуации. Поэтому я могу обещать только вот что. Тем, кто дойдет до конца, тем, кто увидит всю модель своей гармоничности и красоте, они поймут, насколько она элегантна. И свою жизнь, и свой бизнес они будут видеть в этой же красивой элегантности. Расписание, я еще говорю, мы сформируем с вами вместе, а встречи будут, пока текущее предложение, встречи будут по понедельникам. Расписание, точное время мы сформируем с теми, кто будет вместе с нами, кто будет участниками. То есть мы создадим выигрыш-выигрыш ситуацию, чтобы всем это было полезно и интересно. Так, ну, я готовлюсь нажать на кнопку, чтобы завершить нашу сегодняшнюю встречу. Если вопросов больше нет, о чем мы с вами, значит, все связано, я сказал. Великая Октябрьская эволюция я сказал. Почему Великая Октябрьская эволюция? Потому что мне уже довольно часто стали говорить, что я с годами начинаю все больше и больше походить на Владимира нашего Ильича Ленина. И мне уже так часто стали это говорить, что я решил использовать этот опрос. Хотя я вот на себя смотрю, думаю, мне нифига не похож. Вот. Окей. Понедельник устраивает. Окей. Тогда, друзья, всех благ вам. Будьте здоровы. Все действительно связано. Встретимся с вами в следующий понедельник. Андрей вам все-все-все подробно распишет, напишет. Запись нашей этой встречи по ней должна быть. Пишите письма. Мне пишите, Андрею пишите. Будьте здоровы. До свидания. Жду вас на общей совместной нашей с вами эволюции. Эволюционное мышление для бизнеса. Будьте здоровы. Продолжение следует.